В Иркутской области с заявлением о пропаже жены в полицию обратился Дмитрий Корчуганов. Взрослый мужчина плакал как ребенок и умолял как можно скорее найти супругу. В итоге ее тело со следами насильственной смерти обнаружили в лесу. Вскоре вышли и на след предполагаемого убийцы. Им по версии оперативников оказался убитый горем муж. Добавлю, что за последнее время это не первый случай, когда семейные конфликты заканчиваются жестокой расправой, а преступники при этом сами обращаются к правоохранителям. О пугающей тенденции Александр Громов. Она ему говорит, все, собирай вещи и живи у мамы. Пока следователям остается лишь гадать, что по прошествии четырех лет совместной жизни могло заставить Юлию выгнать собственного мужа из дома. Конфликты в этой семье, говорят соседи, конечно, случались, но даже этим чета едва ли отличалась от остальных с виду благополучных пар. Дружная семья, так вот как со стороны. Машина есть, казалось бы, все, и окна они поставили. И все, не знаю, вроде, достаток. Соседи Корчугановых по коммуналке застали лишь начало этой роковой ссоры. Мужчина чуть ли не на коленях упрашивал жену не подавать на развод. Что было дальше, известно из материалов дела. 24-летнюю супругу Дмитрий задушил и, спрятав тело девушки на балконе, заявил о ее внезапной пропаже. Он плакал, как ребенок, действительно. Часто просто заходил ко мне курить в комнату. Ну, переживал, куда пропала, чего пропала. Все свободное время убитый горем муж проводил на улице, неустанно расклеивая фотографии якобы исчезнувшей супруги. Она, с его слов, уехала к знакомым, оставив дома годовалого ребенка, деньги, документы и мобильный. Это в первую очередь и заставило сыщиков усомниться в искренности Дмитрия, который, так и не сумев житься в роль несчастного вдовца, вскоре во всем сознался, показав, куда вывез тело погибшей жены. При осмотре места происшествия, указанного место в лесном массиве автодороги Ангар-Стальяны, был обнаружен труп Корчуганова Юлия, 88-го года рождения. Труп был с признаками насильственной смерти. Причины, по которым он задушил мать своего ребенка, подозреваемый объяснить внятно так и не смог. Впрочем, ранее уже судимому Дмитрию еще не раз придется вспомнить то, что он предпочел бы забыть. Сейчас проверяется его причастность к убийству, совершенному еще в 2009 году. Я думаю, что причастность будет установлена, возможно, и к другим преступлениям. Циничный сценарий, по которому разыгралась иркутская трагедия, кроме шока, вызывает и стойкое ощущение дежавю. На сцене те же герои и такая же, казалось бы, благополучная семья. Нашумевшая история убийства московской журналистки Ирины Кабановой до сих пор поражает своей жестокостью. И в конце я решил, что если тело будет сходить в нескольких меньших частей, то ему легче будет спрятаться. Алексей Кабанов еще один мужчина, в чьи слезы сперва поверили не только опытные следователи. В числе сочувствующих оказались родные и многочисленные пользователи интернета. Ирка не нашлась. Появляются сообщения об обратном, но они неверные. Я первый об этом сообщу. Спасибо всем, кто участвует в поисках. У меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность. Все время, пока волонтеры и полицейские разыскивали Ирину Кабанову, ее муж охотно раздавал интервью и в пропаже жены винил только себя. Сначала никто ей припложить не мог, что именно в этих словах и кроется страшная правда о случившемся. Алексей, вы не могли бы сказать, из-за чего произошла ссора? Я не был полицей. В ходе ссоры мужчина задушил, а после расчленил тело жены, спрятав его в машине своей знакомой. Только после обнаружения останков Алексей признался в расправе над супругой. И сегодня стало известно о еще одной истории, сценарий которой, как под копирку списан с предыдущих, минувшей ночью в Москве полицейские задержали мужчину, который сначала в порыве ярости забил свою жену молотком, а после, расчленив тело супруги, разбросал останки по разным концам столицы. И хотя случившееся едва ли говорит о тенденции, но избавиться от мыслей, к чему можно привести очередная семейная ссора, теперь вряд ли получится. Александр Громов и Сергей Гурьянов. Место происшествия.